10 секунд remaining 5 секунд remaining 10 секунд remaining 5 секунд remaining И сейчас еще кого-нибудь Команда Клауда 9 в данный момент забанила уже Баунти Хантера В баню также отлетает Андаинг Винтерн Виверн и Шторм Спирит от Клаудо Забрали себе облачка Герокоптера и Виспа В принципе, убойная комбинация Если вдруг Висп нормально расфармливает А Виспу, в общем-то, и не сложно нормально расфармиться Ему надо Боттл сразу получить А команда все для этого делает Ну а дальше Урнов Шадоуз Правдами-неправдами все равно выковыриваются Короче, Висп достаточно хорошая история Ну и Рубик от команды Вичи Гейминг Кстати, бывший кэп команды Вичи Гейминг Роти Кей Уже у нас Если я не ошибаюсь, в четверке, да? Не в четверке, в шестерке, по-моему, топ Йохумы уже В принципе, получается в топ-6, если не ошибаюсь Да, 4 эти И кто-то здесь Да, Йохумы Ротикея потеряли Вот, точнее, Йохумы приобрели Ротикея Вичи Гейминг его потеряли И теперь Вичи сражается у нас за вылет По большому счету против клоудов А команда Йохум На удивление сегодня наказала Достаточно простенько и со вкусом Команду Сикрет Что, в общем-то, тоже неприятность И такое своеобразное удивление Ну и Эмпайр, только что мы видели Проиграли МВП Феникс Корейскому составу МВП И покидают турнирную сетку Вываливаясь, в общем-то, до Восьмерки сильнейших Короче говоря, от 12-го до 9-го места Занимают на данный момент Это второй СНГ коллектив Который покидает турнир Первыми вылетели на Ави Они от 16-ти до 13-ти, получается Отвалились А Эмпайр от 12-ти до 9-ти Ну и Виртус Про пока что последняя команда В нижней сетке В сетке лузуров Которая имеет шанс На то, чтобы продвинуться дальше Ну и попасть В восьмерку сильнейших коллективов По данной игре Вичи Гейминг Забрали себе Ancient Operation Рубика, Лину и Клокверка Ну и Клауд Найн Забрали себе Шадоу Финдави Спа и Гирокоптер Ну Клауда против Вичи Гейминг Кстати, хочу вам сказать Очень жесткое противостояние На самом деле Рубилова будет Крайне, мне кажется, серьезно Клауда не очень удачно здесь выступают И Вичи Гейминг Тоже выступают неудачно В данном турнире Шли Вичи Гейминг по Нижней сетке Начинали свое движение с Na'Vi Na'Vi наказали И теперь после Na'Vi Вичи Гейминг играют с Клаудами Тоже, кстати, достаточно неудачное выступление У данного коллектива Все считали, что где-то в топе будут Вичи и Клауда Ну хотя бы там шестерка-пятерка А тут не пойми Тут можно и на 12 месте остаться Ну опять же Эти прогнозы все не сбываются Все, что прогнозируют командам Все это в никуда отправляется С СДКом никто вообще ничего не прогнозировал И СДКи сейчас уже в топ-6 находятся Команда Вичи Гейминг Последний бан от них Они забанили Фуриона против Клаудов Бон Севен на Фурионе Показал уже, кстати Прошлый матч Как он умеет играть Бон Севен на Фурионе Против команды СДК Просто печально было абсолютно Почему сейчас ему не дать Фуриона Непонятно Ну понятно, что это не тенденция Конечно, Клаудов Просто вчера не выстрелили они Против своих оппонентов Но у них были жесткие оппоненты СДК это не шутка вообще Команда очень даже Серьезная, адекватная и сильная Ну и Клауда просто не смогли С ними справиться 2-0 проиграли И упали вниз на Вичи И думают Думают китайский состав Бруду забанили И последний бан от Клаудна Бестмастер забанен От Вичи Гейминг Тоже, кстати, достаточно интересный бан Не часто увидишь это А у Клаудов Все по классике Меня что, Клауда смущают? Это, конечно, не смущает своей банальностью Невероятнейшая, абсолютно Как-то без каких-то инноваций берут Понятно, что тут огромные деньги крутятся И надо брать В принципе, тех, кем Кто тащит Ну, можно ведь и других персонажей Можно ведь другие комбинации разработать И не палить эти страты А сейчас их палить начать То есть И другие герои тоже шарят Дота сбалансирована Но Ничего с этим не поделаешь Спектра в Вичи Гейме Нормально По Деншин Допарейшн Я тоже думал Что залетит эта подруга Но как-то побоялся предположить Все-таки 2015 Пикать Спектру в 2015 Здесь, конечно, Вместо Лины Какого-нибудь Зевсана Мид Это вообще была бы красота Конечно У Вичи Гейминг Но Не стали упорно Одну комбинацию делать А на индивидуальный скил Тоже Понадеялись Ну, индивидуальные скиллы Каждого героя А не индивидуальный скил Конкретно Какого-то игрока Который будет реализовывать Данного героя И заметьте, друзья Нет Квин оф Пейн в пике Я про баны не заметил По-моему, была В бане Но сам факт В пик Квапа не зашла Нет Квапы И это просто жесть Мне Под конец Группового этапа Когда Достримивал уже Какой-то день В каком-то матче Не зашла Квин оф Пейн Мне мерещились Все время Ее скрим оф Пейн Соник Вейвы Я думаю Как? Что? Где? Квапа орет Где-то файт Где-то переключаться Срочно Переключаешься Ищешь Квапу А некуда переключаться Квапы нет А та она орет в голове Потому что без нее Уже как-то дот И не представляется Выключая задержку Так, а нет задержки В чате, по-моему, Нет задержки никакой Теперь вроде точно Попробуйте кто-то Что-то Пописать в чате Какой младнявый Ancient Operation И Морталовская корона Это откуда? Может мне че упало? Закрыть, закрыть, закрыть И там знак восклицания Сейчас идет игра Я в курсе Все, извини Дота, прости меня Команда Cloud9 Будет сражаться Против достаточно Хорошей и функциональной Комбинации Хао от Вич и Гейминг Вообще мастер тут По фарму Этого у него Не отнять И Под ancient operation А кстати Они стали со спектрой Немножко похожи Смотрите на лицо аппарата Теперь посмотрите на Спектру На аппарата На спектру Айс, 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 айс Уже Подставляется Сам У него есть Коги Закрывает Коги Мизери Ну айс, айс, айс Зря это Наверное Сделал Айса Разбирают на ФБ. Хао дальше пошел за Бэйном. Бэйна убили. Ну и уходит команда Вичи Гейминг. Бон Севен забирает фёстблат. И самое интересное, что Хао на спектре заработал больше, чем Бон Севен заработал. Вот такая вот история. Вичи Гейминг забирает второй килл, у них 216. Такое ощущение, что ФБ просто выгодно отдавать. Если есть такая вариант такой, чтобы разменяться, то ФБ реально забирать не Айс, если второй килл будет делать соперник. Тернал Энви. Пока что здесь в соло уже к нему приходит Мизери. И где-то здесь должен Молтейл тусить. Мидлейн от команды Клауд Найн. Это Фата на СФ. Фата стоит против Супера на линии. Айс 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 в сложной против Бон Севена на Фениксе. Ну и Трипла против Триплы. Не знаю, так ли планировали Клауда. По идее Феникс в соло должен был постоять здесь. Может быть, но с фаплайнами пока не делают. Мизери вместе с Ноутейлом во вражеский лес. Так, Ноутейл начинает получать от Рубика. Возвращают назад Ноутейла. Рубик лоу хп. Ой, Рубик. Висп, конечно же. Висп отправляется в таверну и пошла погоня за Мизери. По чилинг тач развалили. Его 2-1 становится счет. По чуть-чуть голды. Витч Гейминг здесь заработали. Пока что выигрывает у своих оппонентов. Как там на сложной линии? Айс Айс Айс. 8 на 6. У Бон Севена 2 на 0. И уже подходит Мизери к Мидлейну. Будет стараться разбираться здесь с Супером. Начинает дамажить его Фата. У Фата Маны, кстати, мало. Тут парочка кайлов бы пройтись по нему. И можно было бы забирать Супера. Но не судьба. FY. С Нотейлом за руну здесь сражались. Кто забрал, кстати? Или никто? ДД на топ-лейне Лина забирает. А здесь Феникс. Нет, это не Феникс. Это... Это разбитая руна. Никто не взял. Ни себе, ни людям. Красавцы. У Нотейла есть... В принципе, здесь уже батла. У Этернал Ленви. Манга есть. Пара-па-па-па-па-па. Ринг оф протекшн есть. Есть танга. Ну и... Если есть танга и манга, то... Бояться Этернал Ленви на Лайне в принципе нечего, я считаю. Ну и пока достаточно пассивная трипла, что с одной стороны, что с другой. Давайте переключаться на другие лайны. 15 на трил супера, 14 на один у Фаты. Все очень, даже очень. Айс, 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 13 на 8 и бон 7, 9 на 0. Супер. Есть уже нул талисман, есть боттл, 400 голды на руках у Фаты в это время. У Фаты вообще ничего нет, а куда все это? Боттл есть и мэджик вон от него. Как это ничего нет? В принципе, тоже артефакт. Примерно одинаковый нетвор должен быть у обоих героев. 1820 здесь и 1720 здесь. На сотню Фата отстает. Сейчас уже, по идее, должны тапки или ПТ быстрый будет для шотов винда. В том случае, что-то полезное себе заберет, потому что ранней какой-то агрессии я не наблюдаю. Нет, одна команда, ни от другой. Так что фармить будут спокойно, ранние артефакты, по идее, без напряга вывезут. Тапок и свиток портала от СФ. Ну и здесь выходит Боун Севен на Айс, Айс, Айс. Айс его видит. Боун Севен без Икарус Дайва и здесь Боун Севен и останется. Айс вот очень удачно поймал, конечно, Феникса. Ну, Тейл без маны еще прилетел. Покормить немножко Айс. А ведь и гейминг уже 3-1 ведут по фрагам. По голде они выигрывают 400, по экспириенцию 750. Рубик с этим топ-позохом, я так понимаю, это от посоха, да? Имморталовского кубики. Когда Рубик поднимает кого-то. Ну да, судя по всему, да. Симпатично. Где эти иммортал-шмотки берутся вообще? Это какие-то покупки в доте, как я понимаю. Не компендиум, точно? Не 18 миллионов, которые мы все вместе насобирали. Не они дают иммортал, а какая-то покупка от гейба Нидера. То, что мне, например, ничего не падало. Никаких четвертых, там, пятых, десятых сундуков. А что, кстати, меняет? Айс Бласт меняется у Эдшн Топорейшна благодаря этому шлему. Тоже круто, тоже посмотрю, ни разу не видел. Спектра хоть без имморталов. Может, я вообще все пропустил? Альтернативный голос героя. Иммортал. Пожалуйста. Клок с имморталовской ракеткой. Все с имморталами. Где понабирали? Блин, чуваки на Интернешнл играют. Тут Рубилова за 18 миллионов долларов. Я удивляюсь, потому что иммортал есть. Промазывает Айс Айс Айс. Где твоя иммортал шмотка? Так, пошел через... Кстати, через Батриас Ау. Тут Фате будет очень больно. Для Ноутейл Фату выхиливает. Фата ловит у нас еще и удар от Супера. Лагуна Блейд в него. Мизери тоже в таверну. 5 в 1. Счет на данный момент. Ноутейл не выхилил в итоге Фату. Доковыряли его. О, супер. Очень удачно сместился. Так, а ну-ка, смотрим на телекинез. А, че ты, а? Рубик зажал телекинез и таким образом потерял фраг. Странненько очень даже... Так, у Виспа иммортал есть. Виспа даже вообще не показывает вариантов посмотреть его. Нет. Не то, что там шмотки какие-то. Не то, что... Чтобы там... Покрутить его. Просто Виспа отсутствует как... Как сущность. Феникс тоже, кстати. И Бейн тоже. И только СФ. Тут никаких имморталок. СФ вообще, кстати, на удивление прост. Ну и здесь, конечно, без иммортал не обойтись. Здесь все необходимое есть. Причем золотые. Так, в это время спектру разбирают внизу игроки команды Cloud9. Быстренько на него выехали. Ну давайте, а то это иммортал и смотрел. Давайте реплей глянем. В сон отправили спектру. Фата. Один, второй, третий. И... Очень быстро скайлами развалили спектру. Раскастовался, раскаиловался. Фата очень здорово. Появляется у него уже ПТ. Есть Боттл. Есть... Мэджик Ванд. Продолжение файта. Теперь в лесу забирают еще и Рубика. Игроки команды Cloud9. Чуть становится 6-3. Бэйна потеряли. Гирокоптер. Забрал Рубика. Ну и... Где ты? Этернал Энви почти 6-го левела. Фата уже 7-го. Ну еще и полакомится здесь крипами. Которые для себя стакали. Команда Вичи Гейминг. Молочай. Голда. Они тут... По Галде ситуацию исправили очень жестко. Голда у нас Гирокоптера по суперу-суперу подсловили. Голда пошла от спектра и Хао. Побежал на Ноутейла. Хао за ним. Этернал Энви можно нарезать. Бон Севен здесь. Не сбрывается Айс-Айс-Айс. Сноутейла развалят. Не могут переключиться на Феникс-Сан. И сейчас всех застанет из Феникс-Сан. Где в это время Хао? Хао бежит. Айс-Айс-Айса должны забирать. И... Бон Севен, если видел Хао, побежал бы за ним. Все. Хао на хайграунд. Ну и лоу-хп-шный здесь Хао. Отдается нейтралам. Бон Севен тоже лоу-хп-шный. Бон Севен уходит. 47 хп у него. Этернал Энви супер забирает. Уй, какая возня здесь, конечно. Пытается подступить Мизери. Супера будет. Но и Фенвер скорее всего отвалился. И Супер тоже скорее всего отвалился. Файт, по-моему, 100 в 100. Начинали 1-5 или 2-5. А теперь 8-8. Ну, посмотрите. Жестяк, конечно, Клауда тут по голде 1700. По экспириенсу 1800. Ну, очень круто. Они выстрелили и наказали Вичи Гейминг. Теперь после полутора тысяч поражений впереди. Ведь Клауда по золоту и по экспириенсу тоже они впереди. 2-1 Герокоптер идет. Ну, и у Этернал Энви уже есть. У Ринга Факвила есть ПТ у СФ. Совсем немного остается до приобретения Баклера. Или он уже приобретен? Нет. Нет-нет-нет. Баклер уже сейчас будет у СФ. И останется на рецепт Мекки. Так, а где Айс Бласты крутые от Эншн Топарейшн? Все жду. Вот он, новый. Красивый. Еще один Крип и Фенрир будет уже с Айс Бластами. Тогда и Спектра будет заходить. Кстати, как там Спектра поживает? 480 голды у Хао. В Курьере ничего. Хао фармит. Пока непонятно на что. Ну, судя по этому количеству артефактов и по тому Нетворцу, который есть у Спектры, вряд ли это будет ранний Радианс. Если, конечно, не оставят в покое его и не дадут фрефарма, тут минут 100. Так, смотрим Айс Бласт новенький. Так, Айс Бласт очень похож на Фойда. Купол Айса Айса просто сжирают. Минус Супер. Пока что 2 в 1 размен. Хао здесь решил попайтиться. Хао тоже нафидел. 2 в 3. И Фату, и Ноутейла поменяли на Хао, Айс Айса и Супер от команды Вичи Гейминг. Счет становится 11-10. Опять в плюзе Клауда. Ох, они молодчаги собрались. Мне так бессиленно. В сетке лузеров и на групповой стадии. А тут ничего так. Подсобрались и нормально тащат. А что это, кстати, такое? Спектра уже практически с фейсбутцами. Ринго Факвила есть у Хао. Ну, и, в общем-то, дамаги и так у Спектра достаточно. Без Радика тоже она будет нормально лупить с диффузами. Заходит хорошо с Монта Стайлом. Заходит хорошо. Тараска лишь бы была. Я так сказал, лишь бы была. Тараска на дороге валяется бесплатно. Лишь бы была у нее Тараска. Дифьюжел Блейд. Баттерфляй. Криты. Монта Стайл. Бутсов Тревел 2-го левела. А так, в принципе, Радианс не критичен. Ну, и Кираса пусть будет. Айс выходит на Т1 команды Cloud9. Ну, развернулись, ушли. У Айса есть, если что, Хукшот. Восьмой левел. В принципе, сейчас, если НВ покажется, в него будут въедаться моментально. Ульта Фенерира тоже имеется. Здесь очень крутая, кстати, раскастовка, врыв от Клокверка. Ульта аппарата сто процентов заходит. Если там аппарат только не будет встанем в это время или в Телекинез его рубик не отправит. А что это такое, я до сих пор не могу понять, что это за штуки. Если вы в курсе, что за красота. Что за белые огонечки? Ну, Хао должен забирать Тауэр. Хотя Бон Севен уже здесь. Мизери здесь провязали глиф. Будут ловить на Тауэр Вис. Вместе с Энви. Врывается прямо под Айс Айс Айс. Вот это ворвался Айс. Офигеть вообще. Конечно, по Фениксанам здесь сгорит. Но то, как он ворвался, это просто эпика какая-то. Ульта есть у Хао. Будет ли он улететь, сейчас узнаем. Но, по идее, не стоит. Ух, как же Айс жестко здесь ворвался. Просто красота. Прямо под врыв. Здесь фатал ОХПшный. Хао врывается. Дальше не побежали за Бон Севеном. За Мизери игроки команды ВГ. Но здесь они, по идее, по Галде отыграли много чего. Но что это такое? Это Умирающий Висп так выглядит. Виспад тоже, что ли, Иммортал? Иммортал Смерть. Ну и по Галде, Клауда, потеряли все свое преимущество. До 500 скатились. И по Экспириенсу в ноль вообще. Смог пошел от команды ВИЧ и Гейминг. Кстати, Бон Севена могут развалить, если найдут на Рошана, что ли, выходить? А кто его будет бить? Айс, Айс? Нет, Супер тоже с руки его не расковыряет. Фай пусть танкует, а Супер бьет руками. Нет, пусть Клок бьет руками, а Фай танкует. Тысяча голды Клауда и Экспириенс тоже для Клаудов. Одна тысяча в их пользу. 15 минут сыграно. Давайте шматье посмотрим. У Бон Севена уже есть Транквил Буци. Хенд оф Мидас. Мэджик Вонт. По сборке так себе Бэйн. Форстаф есть. Тоже неплохо. Например, у Олесуна Флайек в сороковой минуте не было ничего. Так, что Мизери еще ничего так смотрится? Хау просто растоптали здесь. Мизери Финс Гри провязал. И быстренько всей тимой развалили. Улетает отсюда Вис, по Тернал Энви остается. Здесь есть чем заняться. Олесуна Фай. Как так далеко-то оказался Олесуна Фай. Через и Карл Дайв улетел оттуда. В это время Тернал Энви распилили игроки команды Вичи Гейминг. Асси Айс уже отправился в таверну. Рубикс забрал еще и Брейн Сап. Теперь можно не уходить никуда. Так, СФу с Мехой уже. У СФа есть Боттл. У СФа есть ПТ. Ну и Этернал Энви. Погибший у нас с рингов Факвила есть. Но опять что это такое? Не убивали же здесь Виспа. Что это за хрень? Я не понимаю. Может по тизерам когда кто умирает? Так, Этернал Энви. Огур Клаб есть. Есть Пауэр Трэдс. Здесь тоже Огур Клаб есть. В БКБ выходит что один, что другой. Все это вот иншоптопорейшн. Чтобы неприятностей не было. Так, ну как нахоу Этернал Энви нарезает подручательным Холтейла. Ай-сай-сай спрыгает на Этернал Энви. Будут его выкинуть. В льта аппарата. Бой Этернал Энви. И его выкилили. Ну не выкилили, конечно, под ультой аппарата. Но по идее умирать не должен. Хао, какой лоу хп. Хао тут по кустам, текстуры. Да только вообще возможно пытается убежать. Светок портала уже готов тут 2 секунды и надо лететь. Да че ты на Тауэр иди, Спектрак. Пайп будет подерись с Сноутейлом. И Висп отправляется на верхнюю линию. А команда Клауд Найд в это время выходит на центральный лайн. Т1 начинает сыпаться и по идее забирают его. А, это Рубик так поднимал. Теперь-то я все понял. Это Рубик, по-моему, так телекинез поднимает. Да, где Рубик поднял, там это ерунда и происходит. Так, слежу за Эйфлаем. Просто чей-то знание надо иметь обязательно. Это у него посох такой крутой из Майнкрафта. Так, Спектра в это время. Копейки остаются до приобретения Ван Гварда. Есть уже фейсбуцы, есть Рингов Аквила. Не знаю, на Радик пойдет Спектра или нет. Но поздновато, конечно, Хао. У него вся эта ерунда. Вот это фейсбуцы и Ван Гвард должны были быть где-то, где-то, где-то. Но минутик 11 по-хорошему, если бы фармил. А 88 крипов у него на 19 минуте. То есть поздновато. Ну и 4 смерти от Хао. Тоже ведь не шуточки. Так, ульта пошла на Хао. Ульта от Этернал Энви. Хао прячется в кусты. Ну и даже ТП Аут не успевает сделать. Пятая смерть от Спектры. Взяли на свою голову. Думаю, что мы Джаггера не взяли или Антимага? Ну и вот опять это. Ну что это такое? Это уже не файм и не паха. Ульта аппарата по Этернал Энви. Бон Севен. Лоу хп. Бон Севена пытается развалить. Феникс Сан. Надо бить. Убили Бон Севена. Этернал Энви живой. Через 8 секунд будет хукшот. Будут гнать. Эфай прыгает за всеми. Красавчик. Айс-айс-айс под хукшот. Одна секунда. Врывается в Этернал Энви. Поднимает здесь в это время Бэйна Петра. Этернал Энви в итоге выживает. Убивает Айса и умирает в итоге Этернал Энви. Фай тоже отправляется в таверну. Этернал Энви. Только что Фай здесь кого-то поднял. Но никакой точечки здесь и не пах. Ну и смотрим, что будет происходить. Но Алтэ тоже погибает. Да здесь просто дикая возня. 18-18. 18-19. 19-19. Это Виспа Виспы остаются. 19-19 счет. Размен 4 в 3. 2-400 выигрывает Вичи Гейминг. По голде и 5-100. По экспириенсу графики. Опять поползли в сторону ноля. Не одна команда выигрывать здесь не собирается. Хотят просто подольше поиграть в доту. Пожалуйста. Ну, шансы у команды Вичи Гейминг нормальные. На лейту все-таки спектра это спектра. Это полезная штука. Полезная, дамажища и практически неубиенная. Если опять же все нормально будет по фарму. Хао умеет фармить. Он крутой тип. Но в этой игре что-то Хао... Околопечальный какой-то. Околопечальный какой-то. Что-то опять канал отвалился. На основной, видимо. Бывает. Ну все. Закрывайте. Люфты понеслось. Так, ладно. Хао. 1300 у него на руках есть. В принципе, если бы хотел приобрести Ванглард, то уже пора бы и приобретать. А с одним Виталити Бустером бегает. Ничего больше себе не приобрел. 1400 у него на руках. У Ancient Operation есть Мидас. Кстати, Финрир уже с Мидасом. Есть у него Урну в Шадоуз. Вот кто выстреливает здесь, так это Финрир. У Финрира 5-1-7 счет. По-моему, очень даже круто. А Ancient Operation на хорошем ходу. Есть с Хенд оф Мидас. Есть у него Урну в Шадоуз. Всего пока предостаточно. Петра меня больше расстраивает, чем Финрир. Лина с Еулом есть. Воин Бустер у Супера. Пауэр Трэдс также имеется. Ну и скорее всего... А скорее всего, даже гадать не буду. Это Аганим или это все-таки Бладстоун будет у Супера появляться. У Рубика есть Даггер. И, кстати, это круто. Фай тоже тут. По саппортам, конечно, команда Вичи Гейминг очень круто вывозит. Если бы так вывозил Алоха Дэнс и Олли Суна Флай по вопросам фарминга на саппортах, цены по этой команде не было. А так, конечно, вы видели. Это печаль не так давно. Ну и теперь по Рубику. Даггер есть у него, есть у него Аркан Бутсы. Ну и Брасер тоже тут по мелочи, по мелочи, но хорошо себя чувствует. У Нутейла, например... Ну, у Тейла тоже все хорошо. Боттл есть, Пауэр Трэд, Сурн оф Шадоуз. Так, Феникс в порядке. Боун Севен уже с Хэнд оф Миддастрон. Филбутсы есть, Угрклап у него есть. Это, кстати, куда вопрос? Фенриер поймали. Фенриер без ульты. Очень удачный ход. Кстати, вот Айс Айс Айс. Минус один уже делает одна и другая команда. Двоих потеряли Вичи Гейминг. Лохэпшная Лина. Лина в таверну. Дальше продолжается файт. Нутейл на Лохэп, но он тут только помогает. Он сам не подставляется. В итоге 3-1 в пользу команды Клауд Найн. Размен. 1400 золота. 3700 экспирианса. Ну и пока что у Клаудов дела идут получше. 4К они выиграют по золоту и 400 копейками по экспириансу. Ну и настолько осмелились, что выходят на Рошана. Как Хау тут не слился? Вот это вопрос. И Хау все-таки претендует, я так понимаю, на Радианс. 2500 у него есть по голде. Ничего себе не приобретает. Спектран неужели правда в Радик собирается Хау? Но это минута 30-ая, наверное. Думаю, не раньше. Причем в идеале, конечно. В идеале. Роха отваливается для команды Клауд Найн. Фата уже. 2К есть, кстати, после Мекки, после Блэк Кинг Бара ни разу не юзанного. ПТ есть. Боттл, ну, вроде как в порядке. Фата, но еще бы в порядке. 11000 нетворс у него. Первое место. И ближайшего своего преследователя в составе команды Вичи Гейминг обгоняет на 2,5. Так что все в порядке. Я уже молчу о Хау. Спектра, Майнкерри, команда Вичи Гейминг. И на такой глубине. Тут до дна совсем чуть-чуть рукой подать. Тут от саппортов Хау всего на 2000 оторвался. 25-ая минута. Издевательство, конечно, над Спектрой. Одним из любимейших персонажей. Клауд Найн. Выигрывает 7000 по голде. И по экспериансу Клауда выигрывает 7-ку у своих оппонентов. Здесь действительно проседание очень серьезное за счет Майнкерри, команды Вичи Гейминг. Ребята, что у нас в чате? У нас парад уродов опять начался, да? Бывает, бывает. Добро пожаловать. 3000 уже. Да, по голде у Хауа есть. Ну, все-таки, я так понимаю, Радианс где-то маячит у Спектры на горизонте. Но если не будут, опять же, сильно давить, если не будут издеваться над Спектрой, как это уже 6 раз сделала команда Клауд Найн, то по факту Радик может и вывезет до 30-ой минуты. В любом случае, Радианс полезен на любой минуте, конечно. 30-ая лучше, чем 50-ая, но хуже, чем 22-ая, 23-ая. Но вы видели, что по счету у Спектры, как, в принципе, Хауа фармить толком непонятно было. При том, что постоянное давление на него оказывала команда Клауд Найн, давила и в файтах он влетал не самым удачным образом. Отсюда и проседание по фарму. Топ-5 всего лишь по Нетворсу Спектра. Причем тут, в принципе, говорить о каких ранних Радиансов. Но оставили вроде как в покое, и, кстати, Клауда могут за это поплатиться. У Герокоптера уже есть Демонедж. Ну и 1100 у Терна Ленви на руках. После БКБ следующий артефакт. Манки Кинг Бар для Майнкерри Клаудов. Ребята, у нас канализация где-то прорвала. Как вы вообще в чате оказались? Что творится тут? Полило, а хоть бы кто закрыл. Так, Рубик, 930 по Галде на руках. Кстати, вот кто фармит хорошо, так это FY. Тут вообще ему не отказать в этом вопросе. Да, он топ-7 всего лишь, но... Этот топ-7 от Спектры чуть-чуть отстает. Хао приобретает себе Сакр Трелик. 27-ая минута с половиной. Спектра уже нормально по Галде поднялась. Бывало и похоже. 27 с половиной, ну, до 30-ой, по идее, должны появиться... Должен появиться необходимый артефакт. А этот Виталити Бустер уже пусть превращается в Тараску. На Манглад забить можно поздновато, насчет Манглада. Раз зашли, говнюки, хоть я не знаю, фоллоу нажмите, чтобы 10 кама набрали. Чтоб мы это издевательство не просто так хоть терпели. В чате, в ЛС, везде-везде. Паня слось уже, прорвало просто. Жесть, жесть, жесть. Неужели Дота так на людей влияет? Да вроде нет. Клауда. 8К по Галде, по экспириансу 7500, тоже в пользу команды Клауд Найн. Ну и Вичи Гейминг, если и начнут отыгрываться, то только с момента, когда у Спектры появится Родиан. В таком случае, файты более-менее будут адекватными. Эншент Оперейшн должен уже к тому моменту заходить поплотнее. Ну и от Спектры много здесь зависит. Ну еще бы, это мейнкерри. Ну и по топ-лейной движется команда Вичи Гейминг. Супер Айсайс, Финрир. Нет, Фай, точнее, Финрир где-то тусит поодаль вообще от всей этой ситуации. Финриру тут врываться ни к чему. Спектра тоже до файтов, по идее, не должна доходить. Она должна нафармить Родиан, потом все остальные вообще варианты. Продавал бы Пурман Шилд. Хау, все-таки 30-ая минута. На кое оно надо? Хаун пошел от Спектры на топ-лейне в это время. Быстро разбирают Виспай и разбирают Этернал Энд. Ну и Спектра дальше по лесу. Спектру здесь Боунс Эванс стоит. Сейчас Фата расскажет. Все, Мизери, Финс Грипп у него есть. Хау даже ловить не будут. Бейн потратил все-таки Финс Грипп. На всякий случай Мизери забирает Спектру. И Родианс еще дальше от Спектры стал чем 30-ая минута. Спектры самой здесь не будет до 31-ой, поэтому траблы у команды Вичи Гейминг прослеживаются. Странно, почему Спектре не остаться бы здесь. Вот здесь вот. Почему бы не остаться с Тимой, не пойти пропушить, а потом спокойненько там, я не знаю, у саппорта ТП забирай и улетай. Нет, Спектра просто пошла в собственный лес. Там решила, видимо, еще кого-то бить и отдалась. Ни за что, абсолютно. Гирокоптера слили вместе с Ноутейлом. Ну и командовичи Гейминг на данный момент по голде проигрывает восьмерку. По экспириенсу 7 тысяч в их... не в их совершенно, а в пользу. Волда здесь выстреливает получше. Этернал Энви. Уже есть Демон Эдж. Уже есть Джевелин. Есть также БКБ у Этернал Энви. Ну и копейки остаются, по идее, до МКБ. Да нет, никаких копеек. Уже летел в Курьере второй Джевелин. Этернал Энви с МКБшкой. Спектра и до этого была бедняга, а теперь с Хао вообще проблемы будут колоссальные. Гирокоптер 15-го, Спектра тоже 15-го. Ну и по фарму Этернал Энви, по-моему, покрепче себя чувствует. 12,5 у него и 8800 всего лишь у Хао. Но тут просто попрошайничать надо в Спектре. Где-нибудь насуетить эти несчастные 400 голды, которые надо Хао до приобретения Радианса. Это же уже не серьезно. Просто когда на данном профессиональном высоком уровне команда Вичи Гейминг выфармливает Хао. Опять же, один из самых крутых фермеров. Выфармливает Радианс, не знаю, там, к 40-й минуте. Это уже, извините, это какая-то не дота, а издевательство над зрителями. Не только над зрителями, а над своей командой. Понятно, что и ВГ сами от этого терпят немало. У ФА в порядке. У ФА 2.300 есть по голде. БКБ есть. Аркан Буцы тоже имеются. Брасер есть у ФА. Ну, все хорошо. Рубик, теперь я даже не знаю, что приобретать себе будет. Может быть, есть смысл задуматься о Форстафе. Все-таки кого-то подсейвить. Ну, вот эту непутевую Спектру, у которой Радианс появился. 32 минуты до Радианса. Ну, блин, за это в ПАБе просто уничтожают. Репорты летят нон-стоп. Хотя, кто знает, может, ВГ и зарепортили. Хао. За такую прекрасную игру. Лина от Супера. Вот это нормальная тема. Аганим есть у Лины уже. Есть Юул. Есть Геоцептер. На случай, если вдруг Гирокоптер с ней начнет грубо разговаривать. Ну, и тот же СФ, кстати, с руки разваливает. У ФА-то уже есть АВСКА. Так, слышу ВИСПА. Где-то за шуми. Увлетает ВИСК. Четко подуль. Энжин Д'Опарейшн. Ну, здесь просто эпично все выглядит. Айс-айс-айс всегда ждет Релокейт от ВИСПА. Правда, четверых материал игроки. Команда Вичи Гейминг. Спектра. Что с лицом? Это тот, ну, вот это вот неудобное чувство, когда ты 33 минуты фармил Радианции, и он тебе не понадобился в принципе. Команда Клоуд Найн готова уже заходить на Хайграунд. Вичи Гейминг не выигрывает 10к по голде. По экспириенсу девятка в пользу Клоуд Найн. Ну и начинает валить Таврау Жен на ХГ. Т-3 падает. По идее, бараки должны забирать. Байбеков ни у кого, кроме Фенрира, нет. Вот Фенрира толку здесь мало. Ульта пока у него не алло. Аганим еще отсутствует. Блэйт и Фалакрти Огр Клаб здесь есть. Надо 950 голды до приобретения Аганима. Какие вообще ответственные крипы маги? Пока тут били одних крипов, крипы маги стояли и настреливали по Тавру. В ощущение, что улетал, не знаю, Фата, говорит, чуваки, вы должны добить Тавр. Вы должны, точнее, добить Барак. Да, мы добьем Барак, но мы всегда их ненавидели. И долбятся еще крипы маги. Тут, конечно, Хау пришел с Родианцев. Просто король этого хайграунда. Разобрался с крипами. У Хау 2.8. Тут пока только с крипами ему и разбираться. 2.8.13. Ассисты на спектре. Это дело не хитрое. Просто клацнул кломбку R. И дальше ассисты сами себе капнут, если команда хотя бы кого-то убивает. Но вот 2.8 сыграть, это надо постараться. 14.000 клауда по галде и по экспириенсу 14.000 тоже клауда. Вот по галде после обновления графиков 16 для клаудов. 4.200 у Этернал Энви. На руках МКБ есть. В принципе, сейчас, я думаю, что можно подумать об каком-то укреплении в ХП. Все-таки спектра, не знаю, правдами-неправдами, но в какой-то нормальный фарм выберется, мне кажется. Но когда спектра будет нарезать, тут недостаток будет по ХП гирокоптеру. По этой игре, я думаю, даже не грех будет взять и собрать Айов Скади, Этернал Энви. То есть укрепиться по ХП, добавить себе демаджи, плюс какая-то степень контроля. Опять же, небольшой, но дизейбл спектры там, гляди, и развалят. Ну и первый по Нетворсу Фата, тут, блин, как же сильно вырвались вообще клоуда по Нетворсу. У Фаты на SF Скади есть уже, есть после него и Глсонг, совсем немного остается до появления Баттерфляя. Тут копейки, бомжей немножко побить по лесу. 60 копейок остается Фате, и у него уже готов будет Баттерфляй. Ну и посмотрите, как синхронно Рубик и Ancient Operation собирают себе Аганим. Аганим Рубика, кого ты хотел этим удивить? Что ты здесь собрался бустить? У меня, кстати, вопрос. Финсгрип, Бэйна разве что забрать себе, или ульта SF с Аганимом, но это же несерьезно даже. Гирокоптер разве что с Аганимом неплохо бы смотрел с Аутэфа, не знаю, поскольку-поскольку артефакт в данной вот ситуации. Хотя, кстати, здесь, по-моему, да, с Аганимом что-то поменяли. А нет, здесь просто изменили немножко механику самотелепортации. Клауд Найн выигрывает 17к по золоту и 14 с копейками по экспириенсу в пользу клаудов. Ну и на данный момент у клаудов, в принципе, все карты на руках. У них хорошо нафармленный SF. У него есть уже Баттерфляя, у него есть Айфскади. Что делать в Спектре против него непонятно. Спектра тут одним Радиком не вывезет 37-ая минута. Какой-то чертовой матери Радик. У Спектра у самой 1400 хп. Ее развалят, тут Каткомпани проедутся и будут абсолютно правы. Надо с такими Спектрами говорить очень даже серьезно, чтобы другим неповадно было. По 40 минуту тратятся Градианцы. Фату разорвало просто на куски. Айс-Айс-Айс врывается в самый центр. Он тоже отъезжает в таверну. Но у Тейла валят. Спектра живая. Хао, где ты, Хао? Да, Хао, делся. Как долго Хао приходится, конечно, в игру втягиваться. Дальше на Этернал Энви. Хао понял, что это поворот не туда. Возвращается дальше за Ноутейлом. Мизери лоу хпшный. Отправляет себя Мизери в сон. Хао за ним. По идее, должен забирать фраг. Спектра забирает Мизери. Дальше за Виспом. Висп умирает от F-Y. Этернал Энви поднимается. Развращает его назад. Ноутейл тоже лоу хпшный. И Хао тут нарезать может. Лина забирает этот фраг. И Этернал Энви отправляется в таверну. Вичи Гейминг здесь 750 тысяч миллионов долларов в штук монет заработали. 5200 по Галде, 900 по Экспириенсу, 27-28. Ну, камбэк какой-никакой все-таки сделали. Хорошо, что не умирал от Спектра. И сейчас у Хао уже где-то замаячила. Тараска уже не такие серьезные проблемы финансовые у Майнкери. Команды Вичи Гейминг. На фоне Фаты он, конечно, все равно выглядит доходягой. Но по сравнению с тем, что он представлял собой еще минут 5-6 назад, уже вариант более-менее. Ну и Виталити Бустер есть. Ривер, я так понимаю, должен где-то лететь, куда-то делать деньги, Хао. Нет, Хао приобретает Яш. Никаких риверов. Манта Стайл будет от Хао. И в это время еще и Тауэр по Мидлейну забирает. Команда Вичи Гейминг. И по нижнему лайну. Крепы движутся, но команда Клоудная не пошла. Тут такое себе. Поскольку Сплит Пуш, Хао по Топ Лейну и Центральная Линия уже оставлена. Команда Вичи Гейминг. Давайте смотреть шматью. Раз настало время, почти 40 минут сыграно. Уже какие-то серьезные артефакты у кого могли появиться, появились. О чем мы говорим тут? Спектра Радик собрала. К 33-й. Солбустер есть у Феникса. Скорее всего... Ну, не знаю, наверное, Акторин Корр. Я думаю, вряд ли это Бладстоун будет на Фениксе. Тухлякова бы это все выглядело бы. Акторин Корр полезная штука. Потому что слишком долгие кулдауны. Тот же Икарус Дайв. И на Спиритах. КД огромный. Да на всем здесь КД громаднейший. 110 еще и на Супернове. Пусть будет. А Бон Севен у нас. С Хенд оф Медас. Солбустер есть. БКБ у него есть. Так, Спектра готова пофайтиться. Но это пока только с Крипами. Бэйн. Глиммер Кейп. Солар Крест. Форстаф. Always on a Fly. Ну, можно же вот так фармить. Ну, смотри. Это же так просто. Фата. БКБ есть. А в Скаде у него. Мека. Баттерфляй. И Пауэр Трэдс тоже для него. Ну и... Гирокоптер уже с Сатаником. Есть у него Блэк Кинг Бар. МКБ. Ну и, по-моему, не все. Хотя нет. Этернал Энви только-только принес себе Сатаник. Ну и команда Вичи Гейминг готова, я думаю, пофайтиться. На Рохе это могло бы быть очень круто. На самом деле, если бы все собрались кружком, то УВГ потрясающие. Жансы для масс-файта. Во-первых, хороший ульт Эншент Апорейшена. Ульт второго левела. Ульт с Аганимом. Решает половину вопросов. Во-вторых, уже как-никак. Спектра здесь хоть какую-то агрессию может проявлять. Да вообще из себя хоть что-то хаос стал представлять к этой минуте. Вообще Клэйте может раскрыться команда Вичи Гейминг. Два-три удачных файта. И Клауда все свои преимущества потеряют. И потом СФ против Спектры просто терпеть будет. Да, ребят, раз, зашли. Я вас очень прошу, не забывайте подписываться. Черковски важно для нашего канала. Это студия игрокам ТВ. Микрофон, а друг, приятно, что вы останетесь. 42 минуты почти прошло. И Роха падает. Команда Клауд Найн забирает Рошана. Фата с Аегой. И 1800 голды у Фаты сверху. По идее Клауда должны сейчас идти и давить, попытаться ХГ снести. Хотя бы одну сторону. Потому что если... Еще одну сторону точнее. Если Спектра расформится под ультой Ancient Operation, она-то вырежет здесь и СФ. Я повторял, повторяю и буду повторять. СФ не боец. Уже 41-ая минута. Время СФа закончится, не знаю, на минут через 15 точно. Он уже будет не алло. Спектра только сильнее становится. И против Спектры СФ не выстрелит. Это точно. Он хорош. Минуты до 40-ой. Вот прям потрясающе хорош. До 30-ой, 40-ой. Он может божить. Он нормально фармит. А потом он по фарму, если будет нормально себя вести, конкретного какого-то буста по демеджу у СФа нет. Он сам по себе... Топоры до времени силен, как персонаж. Спектра, например, чем дальше, тем страшнее. СФ чем дальше, тем на одном и том же месте. Так, у Хау уже 19-ый левел. У него 4400 на руках. Сейчас будет куплена Тарас. Команда Стайл, я так понимаю, забилась на него. И все. Приобретает себе рецепт на Тараску Хау. Теперь нормально и по ХП будет у Хау. Теперь можно и пофатиться. Там, гляди, у кого-то Кираса нарисуется. И очень плотная будет спектра. Под смоком команда Вичи Гейминг видит Этернал Энви. Поднимает его ульта аппарата в Этернал Энви. Этернал Энви в БКБ. И не успевает уйти в БКБ Этернал Энви. Рубик здесь А через Санрей, как задул плор. Красавчик. Конечно, Рубик отыгрывает в этой игре просто крутейшим образом и файм Молочага. 2200 на ровном месте заработала команда ВГ. Что-то я называю инвестицией, да? Купили смок за копейки и несколько тысяч заработали. Золото и экспириенсы и всего-всего на свете. 43 минуты сыграно. Клауда начинает терять свое преимущество, а дальше хуже. Ухау 650 после Тараски. Он начинает пушить топ-лейн. Он уже сам может ходить и, по сути, бояться ему мало чего можно. Гирокоптер его вряд ли расковыряет. Фата точно его не расковыряет. Это я вам говорю 100%. Дэмонэш приобретает себе Шадофф Винт. Копейки остаются до двух джевалинов. И Фата, скорее всего, МКБ на Тарис. Феникс приобретает себе Ленген Сферу. Сол Бустер Бон Севен просто оставил. Кого сейвить? Гирокоптера, скорее всего. Ну, да. Ленка вряд ли будет здесь для Феникса. Конкретно, скорее всего, она будет вешаться на Гирокоптера. Чтобы безопасить его. Потому что стадия игры как раз-таки спектровая начинается. 44 минут уже сыграно. После 50-й Хао в эту игру войдет и просто ногами двери начнет открывать на хэгграунд команды Клаудная. Приобретает себе криты Шадоффинт. Не МКБ. Не знаю, верно ли. Можно было опередить на один шаг спектру. Если все хорошо будет по фарму, конечно же, Хао Беттерфляй должен собирать. Ну, пока что вроде как нет. 1600 по голде у него на руках. Ну, в принципе, кроме него, наиболее интересных каких-то личностей среди ВГ сейчас, среди героев найти сложно. Тут все крутится вокруг спектры. Либо она вытащит данный матч, естественно, при помощи Ассисайса, при помощи Фенрира, Флая. Либо никто не вытащит. Но если спектра сольется, то вчетвером ВГ драться не будут. Как только что было с Империей и командой MVP Феникс. Если Сайлент умирает во втором матче, Сайлент, который единственный, в принципе, нормально по фарму чувствовал себя в игре, то остальные драться в принципе не могут. Падают в стороны, а дальше падает Трон. Поэтому тут спектру надо оберегать, конечно. Ну, и понимать, что от спектра зависит все в игре команды Вичи Гейминг. Я тут не преувеличиваю. 10 тысяч клауда по голде, 5 тысяч по экспириенсу. Но графики уверенно движутся в сторону команды Вичи Гейминг. Ну, и зашли под смоком игроки команды Клауд Найн. Какие хитрожопые, а? Спектра прилетает на ХГ. Просто стоят под смоком. Сейчас будут ловить Хау. И стоят прям вообще как партизаны. Как партизаны, не двигаясь. Стоят, не палимся. Тихо, мама пришла, не палимся. Один вверх ногами стоит, другой, я не знаю, со спущенными штанами, упершись головой в потолок. Такая наркомания вообще на ХГ команды Вичи Гейминг произошла. Ну и все, и постояли, и ушли. Ну окей, ну сделайте. Может у них просто какой-то челлендж был, конкретно постоять. Пацаны, спорим, в пятером постоим на ХГ, нам слова никто не скажет. Ну давайте попробуем. А как, как вообще? Ну давайте смокью с днем там, на всякий случай. Ну давайте. Пошли, постояли. Досчитали до 20 и ушли. Красавчики. Это я понимаю дота. А то крипов убивать каких-то там, драться где-то. Это же все тухляк полнейший, это прошлый век. 10к Cloud9 по голде и по экспириенсу 5 в их пользу. Ребята, у нас сейчас на стриме более 1 тысячи сидит зритель. У меня огромная просьба, клацните на бесплатную подписку или на платную, как вам удобно, чтобы мы добрались до этих несчастных 10к. Там 9900, они мне уже глаза мозолят второй день. Издевательство какое-то над мозгами. Если не сложно, просто нажали подписаться, там уже ваше личное дело. Я думаю, в принципе, у вас интересно, можете оставаться. Но эта цифра пятизначная, прям спать мне уже не дает ночами. Блин, мне Интернешнл нафиг спать не дает ночами. Восьмой день. Какая там пятизначная цифра. Клауда, 10к выигрывает по золоту, 5 по экспириенсу. Как-то на месте замерли графики, ничего особенного не происходит. Все как-то подостановилось. Ну и выходит команда Клауд Найн. Пошла ульт-аут Хао. Хао начинает нарезать. Ой, как сыпятся все по хп. Дождался своего часа Ноутейл. В частности, за Ноутейлом вгрызается Хао. Хао разваливает его. Спектра через кусты. Плохо хп-шная Лина. Минус 2 пока от команды Клауд Найн. И минус 3 уже от ВГ. Хао не погибает. Еще один даггер теперь Фату. Фа у нас БКБ и ТП-аут. 3 в 3 подрались. Все это, конечно же, в пользу команды Витчи Гейминг. И четвертый прям таким бонусом капнул коллективу ВГ. Спектра уже доминейтинг стрик. И Фата отсюда пытается уйти. И вряд ли отсюда Фата уйдет. По-моему, это Тим Вайп. Хао чуть было не застрял. Нарезает по Фате. И все, и уходит Фа, чтобы не умереть. Фата погибает. Это трипл килл от Хао. Это 6200 на руках. И пошел Хао дофармливать крипов на своем ХГ. На базу уже зашли все. Так долго шел Файт этот, что Файт Рекап отказался со мной сотрудничать. Но это его дело. Тоже мне нашелся. С характером. Ну и 10 было. Преимущество клоудов. И по экспириенсу 5. Сейчас, через полминуты, обновление графиков сделаем. Посмотрим. Графики сами обновятся. Мы просто посмотрим. Манта Стайл надо приобретать Хао. Раз уже есть Яша. Или, например, что-нибудь поинтереснее. Тот же Дефьюжел Блейд был бы не лишним от Хао. А то он тут полтора часа бегал за всеми по собственному лесу. Как-то не подобает такой серьезной подруге бегать за виспами или бегать там за какими же Бэйнами. Ну и доигрались. Клоуда, это факт. Не додавили. Вовремя. Теперь терпите. Манта Стайл у Хао появляется. И 4000 еще остается на руках. 50 минут. Спектра выходит на нормальные позиции. Это кстати. Это Спектра, которая реально на 32-й минуте умственно отсталой была. Спектра, которая недоразвитая по всем вообще канонам ДОТа была. 32-я минута Радианс. Это издевательство над Тима, издевательство над всеми вообще, кто за тематчиком наблюдал. И ничего Хао. Посмотрите, как запотел, напрягся. И уже у него практически топный творц на карте. Он сейчас догонит и перегонит Фату. И СФ не боец после 50-й минуты. Хао его просто в труху разорвет. Реально файт будет очень долгим, но при этом Хао практически не пострадает. У него 20 дефа. Здесь тоже 20 дефа у СФ. Неплохой вариант. Вот 3к жизни у Спектры. А здесь 2500. Вот Спектра, конечно, и плюс, опять же, обратка. Плюс Диспершн, который от Спектры, если вдруг где-то в лесу придется кого-то ловить. Конечно, Хао поопаснее намного, чем Фата. Да многие здесь поопаснее, чем Фата. Я не знаю. Правда, веры какой-то в СФ, а в лейте нет. А СФ вам игру надо до 40-й минуты заканчивать. А дальше ты просто с печалью и демоничными своими слезами будешь наблюдать, как разваливают твой хайграунд. Особенно много ума не надо сливать СФ вам катки после 50-й минуты. Так, иллюзии пошли от Хао. В лес прочекать. Здесь иллюзия весь папа нарезает, кстати. Так, Финрир запускает ульту у нас в Фату. Фата под Блэкингваром. Все в порядке. Кулдаун в никого вообще. В принципе, супер. На половине ХП сильно бита и одна, и вторая сторона. Супер летает в ветрах. Супер, скорее всего, отвалится. За Хао увязались. Хао сваливает отсюда. Роха даст стан или не даст? Успевает сделать ТП Хао в итоге отсюда. Хаунт проюзан. Минус 2 делает команда Клауд Найн. Пилят там всех понемножку, по чуть-чуть. Финрир отсюда ушел. Рубик отсюда ушел. Остальных оставили здесь. Смешно было, если про Шанду тут баш какой-нибудь. Как запилил бы в спектру. И остался бы здесь Хао смотреть. Как разваливают его команду. 5800 на руках у Хао. Уже 5800. В избытке 4 с копейками. Хао, по идее, может... Вот это Хао и может приобрести. Правда, тухляковый немножко артефакт. Ну, ульту провязала спектра. Ну, и спектра прыгает или не прыгает. Где ты, Хао? Хао здесь. Хао начинает соло здесь убивать всех. Фай, конечно, ему помогает. Дальше заболен сэвеном. Теперь с Фатой. Сейчас Фата, кстати, когда лопнет, по-моему, спектру разорвет. Тут Лиммеркей, по-моему. Уходит Хао. Все это под вардами. И Фата наваливает по Хао. Хао дальше на ХГ. И назад, и на ХГ, и назад кайтят. Ну, и что-то пытаются выдумать. Так, спектра теперь. 115 ХП реген. Идея здесь все хорошо. Хао имеет варианты отобрать Роху. Фатал ОХПшный. Спектра за ним не идет. Ну, и Этернал Энвер решил соло забилить Рошан. Есть варианты. 38-35. Все это в пользу командовичей гейминга. Вопросом файта. Ну, и спектра. Что выкладывать? Ну, и Ринго Фактила. Здесь, конечно, баш сразу пошел от Рохи. Этернал Энвер кулдауном своим кулдауном ничего, в принципе, спектре не делает. Поэтому Роху отжали. Кулдаун это все хорошо. Но для этого Этернал Энвер надо самому подойти. Хоги очень крутые ставят. Айсайсайс. Тактические хоги. Ну, и Аэгис у спектры. Вот теперь вот можно поговорить. Я думаю, что Хао должен копить деньги и в Курьера куда-то вкладывать Решер Орб. Покупать себе что-то более-менее подобающее для спектры после 55-й минуты. Я думаю, что игра и до 60-ти может с вами дойти. Ну, и Клауда по идее по голоде уже должны слиться. Где обновление графиков? А ну-ка. Вызываю обновление графиков. Пока вроде все обновлено. Ну, и Нэтворс, гляньте, у СФа 28-800. Ничего, так еще Фата держится на уровне. 6200 у него на руках. Фа напиливал нормально Хао в спину. Ну, вспомните, какой дикий перефарм был там на 30-й минуте. И что теперь происходит. Теперь Хао достаточно серьезно, говорите, рефрешер на кой пес купил. Ну, как это на кой пес, если рефрешером, по сути, взял и отжал Рошана. Забрал Аэку. То есть, подарил себе еще одну жизнь, а это его не купишь ни за какие деньги. Так что Спектра здесь молодцом выступила. Хао не сплаковал. Начало игры провальное, а здесь вроде как и в порядке Хао. 3600 уже на руках. Ну, с рефрешером арбом может очень просто все. Будь ты его в курьер, в курьера выкладываешь и где-то рядом с собой носишь. Сам вместо этого приобретаешь, например, какие-нибудь криты или дефюжер блейд. Тот же, наверное, не лишним будет даже на этой минуте. Или вообще еще одну тараску и пусть тебя бьют, пока руки не поломают. Тоже вариант. МКБ, по-моему, есть у гирокоптера. Да, МКБ есть. Хао, кстати, МКБ приобрел бы себя. Потому что здесь бабочка и у гирокоптера, и у Шадоуфинда. Ну, не радианцем же он выжигает на 56-й минуте. Это всем прекрасно понятно. Тут идут удары с руки и... Две бабочки в команде, ну, я думаю, обязывают к покупке МКБ. Ну, Хао уже под хэкграундом стоит. Обнаглел, да? Опять 57 минут. 4700 у него на руках. Вышел на хэкграунд. Показался. Иллюзии начали напиливать по чуть-чуть. Фату, ну, не ту цель выбрали. Этернал Энви и Фата, они-то иллюзии. Хао бояться не будут. Фуай прыгает на хэкгра. Ловят у нас Этернал Энви. Ульта залетает аппарат в Этернал Энви. И его не будет. 112 секунд. Ульта пошла у нас от Фаты. Хао тоже разультился. Рефреш-рорт. Жду. Где он? Ноутейла напиливает. Ноутейл по идее должен здесь умирать. Хао ловко бешно. У него просто эго потеряно. Сейчас встает рефреш-рорт у ульта. Или нет, кстати. Хао может просто развернуться. Хао уже гадлайк. Уже гадлайк. Ульта пошла от него. Бьют Бон Севена. Бьют здесь очень сильно всех. И, по-моему, команда Клоуд Найн доигралась на скрипке. Хао, по идее, не должен отсюда уходить. Фата в соло его не развалит. FY. Такой жесткий подхилл теперь пошел по Хао. Он стоит, бьет Тавер. Ему, в принципе, плевать. Фата с руки не так сильно месит. Ульта аппарата. Финрир запиливает все Фату. Фата в БКБ еще 6 секунд. Нет, Фата умирает. Фата должен здесь умирать. Ну что такое? Неужели дерется еще? Да, Фата в итоге отправляется в Таверну. У него есть байбэк. Байбэк моментально от СФ. А Хао дальше за Мизери. Мизери добивает. Гем выпадает из него. Ю, Хао. Хао должен быть байбэк. На самом деле Хао съедает сыр. Ой, крутой какой. Вложили в него сыр. После потерянного Аэгиса Хао тут просто с ног на голову всю доту переворачивает. На топ лей. Или, ой, 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 а здесь Т4 пилится. А у Хао нечем лететь. Спектра побежала пешком. Все побежали пешком. Вай прибежал сюда в ух. Вот это да. Вот это фейл был бы. Пошли там разносят клаудов. Мы такие в порядке все. Мы Вичи Гейминг. Практически не в шаге от вылета из Интернешнала. Мы там разваливаем клаудов. А в это время Т4 на 84 хп еле-еле тут закончился. Ну и Хао в панике, конечно. 8к у него. Муншард или нет? Нет, не Муншард. Баттерфляй будет спектра себе приобретать. Флэйр здесь. Все, Курьер уже понесся. За иглсонгом у спектры, по идее, на байбай в динге остаются. Да, в избытке 3600 или 300 надо. Готов Баттерфляй уже для Хао. Спектра перефармлены. У нее все хорошо. Она обгоняет СФа на 3к. Она обгоняет Этернал Ленви на гирокоптере на 8000. Даже больше, чем на 8. Супер, который так сильно не прижал. Блин. Спектра на 20-й минуте, на 21-й. Еле-еле там на 200 голды обгоняла саппортов. Всех 4 саппортов. То есть двух с одной стороны, двух с другой. А тут смотрите, что творится. Ну, доигрались игроки команды Cloud9. Я не знаю, есть ли варианты здесь спектру останавливать. У нее 3к хп. У нее рефракшн, очень неприятный дизелейт. У нее тот же Радианс, который линии выфармливает, отпушивает очень быстро. Хао по одной линии, остальные через мидлейн. Врываться можно без Хао. У него есть ульта, поэтому понятное дело, что спектра будет прям там. Ну и это еще один плюс данного героя. Ох, чуть было Айс-Айс-Айс, не провязал здесь хукшот. У него до сих пор нет Аганима. Лох. 60 минут сыграно, Клок без Аганима. Айс-Айс-Айс. Что это такое? Зато есть Талибат. Не для себя, для команды типа старается. Клок без Аганима. Ну и команда Вичи Гейминг уже подпушивает по нижнему лайну. Где в это время спектра? Хао в это время фармит. У него есть ульт, поэтому прилететь в любой момент можно. Пошел дальше фармить. Своих энчинтов, чужих, лайны, центральные, верхние. По идее команда Вичи Гейминг должна здесь перепушить своих оппонентов. Че Финрир здесь тусит, это вопрос. Хотя бы сюда на хэгг я стал бы. Немножко дал бы разгон ульту. Спектра по мидлейну. Здесь стоит обычный барак. Голый милишный барак. Так, ульта пошла вот в спектре. Начинается файт на лоу-граунде. И вот одна ульта спектре просто потрепала у нас всю команду Клоуд Найн. А сама спектра и вся команда Вичи Гейминг абсолютно фуловая. Ну и отошли. Зачем было ее взять в ульту тогда? Просто посмотреть, как они корячатся будут. Так это и так понятно. 62-я минута у нас идет спектра в пике. Конечно, команда Клоуд Найн будет корячиться. У них ничего хорошего впереди не светит в данном матче. Ну, кстати, как и нам. Мне, вам... Тут муть может продлиться минут, я не знаю, на 70, на 80. На 70, я говорю, на 62-й минуте боюсь 70 минут. Я думаю, на 80 и на 90 может такое случиться. У Гирокоптера уже есть Сатаник. Просто Сатаника 2К. Есть Бетерфляй, МКБ. БКБ, Пауэртретс. Этернал Энви, кстати, и не дофармливает. 62-й минуте Гирокоптеры повеселее должны быть. 504 ГПМ всего лишь. У Хау уже 600 ГПМ. А кого загнобили, так загнобили это все-таки спектру на начальных этапах. У Супера по идее тоже по денежкам все должно быть хорошо. Хотя он там топ-4, но топ-4 на 62-й минуте, это посмотрите. Это 20 с лишним тысяч. Лину-то одеть можно. На ней вообще любая хрень хорошо смотрится. Дело даже не только в ее внешнем виде, там, фигуре. Штукенциях вот этих у нее, как они там называются. Дело в том, что Лина всеядная сама по себе, будь то Аганим, будь то Бладстоун на ней, будь то Акторин Кор на ней. Абсолютно плевать. Ну, Лина пошла у нас в Хекс, Аганим, Еул, Даггер и Геосептер на подсейв себя. Кстати, можно и, например... Например, какой-нибудь Этериал Блейд тоже собрать. Но это когда денег жопой жуй будет вообще у Лины. Открываются на Этернал Энви. Ульта полетела в него. Лоу-хэпэш на Этернал Энви. Ну и очень серьезно сейчас потрепают команду Клауд Найн. Ульта опять пошла от Хао. Хао просто нарезает, а сам по себе Хао в это время отпушивает нижнюю линию. У него Бенгодлайк, а он как бы и в уст не дует. Он в это время внизу фармит крипов. Чувак, у тебя там как бы денежки капают. Да, это знаю, знаю. Я должен фармить. Я не доформил первые 30 минут, я должен сейчас фармить. Реабилитироваться. Нужно больше денег. Я Диффьюжел Блейд куплю себе на 64-й. Эхренеть, а кто там в Курьере? Что там в Курьере? Рефрешер Орг. Ну, как и предполагалось. Рефрешер Орг будет у Спектры просто в Курьере на случай, если надо... ...быстренько провязать. Курьер один. И он, кстати, основного Курьера за собой тягает. Никто не купил Курьера для команды Вичи Гейминг второго. Хао основного юзает. Ирошан отваливается. Спектрей выкладывать толком нечего. Фейс Буцерасы, что Хао мог бы выложить. Или Монтостайл опять в Курьера положить. Забрать Монтостайл, провязать иллюзии. С иллюзиями пойти. И выложить в Курьера еще раз Монтостайл. Это Аэгу Хао в принципе не берет. Ему плевать на него. Айс-айс-айс удали. Аэгу чуваку без Аганима. Лох. 12к Вичи Гейминг по золоту и по экспириенсу в ВГ выигрывают. Давайте я даже посчитаю сколько они выигрывают. Они выигрывают 570 экспириенса. Ну теперь чуть больше. Но троллинг уже это не честно. Верни все как было. 43.36. В ВГ эту игру будут еще мусолить, но минут 20 на самом деле. Что в покое нам только снится. Продолжаем печь кофе, набираемся сил. Впереди еще 2 катки по 80 минут. Ни Клауда, ни Вичи Гейминг даже, несмотря на то, что они в такой печальной ситуации, вылетать не хотят. Они попали в сетку лазеров, они попали друг на друга. Два на самом деле хороших коллектива. Плотные места в прошлом интернешнале. Второе Вичи Гейминг и четвертое Клауд Найн. В общем-то хорошие, знатные такие коллективы, которые имеют богатую историю. С прошлого года насыщенную, так скажем. И тут их просто в канализацию спустили и заставили, я не знаю, зарубиться. За еду. И, конечно, никто не хочет здесь проиграть. Они будут цепляться всем, чем только можно. И знаете что? Знаете что? Я тут, конечно, криком кричал, когда Эмпайр играли. Я думаю, что Эмпайр тоже. Надо было бы порубиться, конечно, в канализации. Там просто что игра не зашла. Эта канализация 800 тысяч долларов на кону держит. Поэтому победа в данном матче. Это выход в топ-8. А это 800к призовые. А топ-12 это 200 всего лишь. Так что тут каждое неверное движение стоит десятки тысяч долларов. И ошибаться здесь нельзя. И сливаться на Т1 здесь нельзя на 50-й минуте, если фармил только ты. Короче говоря, много чего здесь нельзя. Когда на кону такие деньги. Ну, если очень хочется, конечно, можно. Ульта пошла вот спектры. Хауловит Этернал Энви. Без Герокоптера будем играть. Окей. Герокоптер решил не играть. У него есть, кстати, байбэк. И без мизери, наверное, будет здесь дота. До конца этого матча. Где твой курьер спектра? Рефрешер Орб без отката. Вот он хал. Рефрешер Орб юзнул, выложил. Курьер просто рабочая лошадка. Чувак пишет, что только что понял, что это первая игра. Ух, если бы она была первой. Сидел бы я седой здесь. В лучшем случае. Это предпоследняя игра. В лучшем. Ну или в том случае, который, в общем-то, будет с вероятностью чуть меньше, чем полностью. Это предпред последняя игра. Я думаю, еще пару каток по 90 минут команда запилят. Не зря мне так сильно не нравились Клоуда. Они такие занудные. Это просто жестяк вообще. Вроде какой-то европейско-американский состав. Горячие парни должны отжигать новые какие-то свежие меты. Какие-то интересные штуки. Ни хрена тухляк набрали. И по 70 минут бодаются вообще не пойми на кой. Фату ловят. Фата у нас уже тоже перефармлены. И мы просто в ужас, конечно. Сатаника нету, Фаты. И без Сатаника всего предостаточно. Слоты уже прям лучше не придумаешь. Единственное, что Доминатор в Сатаник превратить. А так, в общем-то, все круто у УСФ. Дезолятор появляется у Гирокоптера. Тоже, да, время для Дезоля. Как раз 70-ая минута время Дезолятора. Дезолятор, выбираю тебя. Поднимают Мизери. Мизери тут просто не жилец. Его очень быстро съедают. Фата под Линкенсферой был. Спили Линку. Фата лох и Пешный в таверну. Байбэк у него есть. Мизери не умирает. Мизери тут еще ничего. Так под фонтаном. Ой, как иллюзии сильно бьют, конечно, спектры. Байбэк от Фаты. В это время Фата вместе с Ноутейлом прыгает на фонтан. Какая жесть. Я сказал, что эта команда скучная. Забудьте. Хаос удача. По Фате Фенрир. Фата пилит в это время трон. Развернись Фенриру. Дай по щам. Зачем тебе трон? Где Спектрат? Спектрат пилит Этернал Энви. Айс Айс Айс. Тоже замес здесь. Ой, какая жестянка. Ради этого стоило 70 минут тараковать. А если вы умеете так хорошо себя вести? Ну и Фата просто бьет трон. Сейчас я ему этому трону сделаю. Нет, ни хрена, конечно, Фата не сделает. Я еще раз подтверждаю мысль, что СФ после 50 минуты не герой. Спектра его просто-напросто унижает. Минус 4800. По идее, есть еще шанс у команды Клауд Найн потянуть время. А так, чтобы выиграть... Маловато. Хотя трон стоит голый. Двух сторон нет. Трон стоит голый. Битый, ну так, постольку, поскольку. Но здесь Букдор Протекшн не пробить СФу. Как ни крути, не хватает дамаги. По героям еще более-менее, но в целом все это тухловато смотрится. Ну и Хао пошел сносить третью сторону. А вот кто мог бы взять и зайти. Снести Т4, снести барак. Снести, точнее, трон. Тот пошел перед в сторону. Цикло, а? Ну ничего, победа есть победа. Они на шаг приблизили себя к выходу из данного противостояния. ВГ против Клаудов. КГ написали Клауда. Выигрывали. Посмотрите, сколько. Выигрывали почти двадцатку тысяч по Галл ДСС. С Питрой не справились. Дали СПИК-крем расформиться. Как Эмпайр против команды LG. И там был Фантом Ланцер. Дали Фантом Ланцер расформиться. Теперь Спик Траут команды Вичи Гейми. Молодцы. Топил за ВГ. ВГ выиграли. Ну что, друзья. Небольшой перерывчик. Пять-шесть минут. Тут, конечно, надо привести себя в порядок. Хотя бы выпить чаю, кофе или еще чего-нибудь. И вы не забывайте подписываться на наш канал. Обязательно у нас в следующий матч. Я думаю, где-то минут через шесть-семь. Команды тоже будут отдыхать. Не выходим. Далеко не расходимся. Заходите в группу ВКонтакте. Подписывайтесь с удовольствием. Буду вас там наблюдать. Задавайте свои личные вопросы где-нибудь в чате. Либо в личку ВК. Все ссылки вы можете найти под окном трансляции на Твиче. Ну и, в принципе, что? Надо представиться. Это студия Грекам ТВ. У микрофона Друг. Все это, в общем-то, при поддержке Team Empire делается. И услышимся через, я думаю, минут семь-десять. Пока что меньше играйте в доту. Больше читайте книг. До скорой связи. Далеко не расходитесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...